Почувствовать себя вынужденным переселенцем помогает интерактивная инсталляция Собери свою жизнь чемодан. Для этого вас помещают в макет комнаты, дают список из 20 вещей и собственно чемодан, который нужно будет собрать за 5 минут. 20 вещей 5 минут. Тайминг очень жесткий, поэтому сразу приходится определяться с приоритетами. Что ж, вот и мы попробуем пройти это испытание. Собрать чемодан 20 вещей за 300 секунд в одной комнате легко только на словах, особенно когда ты не помнишь, где они лежат. Условия не совсем реальные, соглашаются организаторы, но так лучше всего понимаешь, что страх, мандраж и психологическое давление не лучшие союзники в момент вынужденного переезда. И это лишь одна из целей проекта. Во-первых, это то, чтобы человек хотя бы как-то прочувствовал те эмоции и оказался в той ситуации примерно, то есть симулятивно, чисто символически, в которой оказываются переселенцы, которые вынуждены бежать со своих домов, оставлять все там и начинать новую жизнь с нуля. И также проекты ставят для себя цель убрать какие-то предубеждения и стереотипы по поводу переселенцев, чтобы людям стало легче находить работу, легче находить жилье и вообще в принципе найти новый свой путь жителей. В списке необходимого, кроме важных документов, денег, теплых вещей, есть мобильный телефон, ноутбук и даже вещь на память. Спустя полторы минуты из приоритетных вещей я нашел лишь кошелек. И чтобы не терять времени, стал искать все остальное. Когда на таблу таймера появились нули, модераторы меня огорчили. У вас не получилось найти самое основное – это деньги и паспорт. Вы взяли необходимые вещи, как теплая одежда, аптечка, но основного у вас не получилось найти. У нас было несколько людей, которые нашли все, но в основном люди не находят там тоже деньги, некоторые вещи, потому что пять минут кажется, что много, но на самом деле время пролетает очень быстро и не все удается найти. Второй этап, пожалуй, самый эмоциональный. Вы надеваете очки виртуальной реальности, где на все 360 градусов демонстрируется видео последующих этапов жизни переселенца. Пропускные пункты, отделы соцобеспечения и воспоминания о родном доме. Те, кому пришлось это пережить, говорят, что сборы проходили намного спокойнее. Это было лето, я как-то налегке. Ну, день, я не знаю, если нужно конкретное время – день. Я собрала все свои вещи, которые мне необходимы на лето. Я даже зимних вещей не брала, мне их потом родители подвозили. День, не знаю, какие-то сарафаны, какие-то ноутбук обязательно для работы. Я здесь себе нашла своего любимого человека, своего мужа, у меня здесь состоялась свадьба. Когда все вот это вот устаканилось, какой-то такой фан прошел, и я начала скучать по дому. Я не знаю, закрываю глаза, бывает у кого-то так или нет, когда закрываешь глаза, начинаешь засыпать, какие-то картинки всплывают. Вот такой типа галлюцинации, типа сны какие-то. И вот у меня в последнее время эта картинка одна и та же. Это мой дом. Специалисты говорят, что государство пока не может решить всех проблем переселенцев. Более 150 тысяч людей столкнулись с дискриминацией. Больше половины переселенцев испытывают трудности с арендой жилья. Да и соцвыплаты крайне низки. Решать проблемы переселенцам приходится самостоятельно. Сonsense, 보시면. Продолжение следует... aside.